Добрый день! Сегодня у нас на обзоре прародитель всех обливных устройств. Это ведро Айбат. Делает его город Харьков, Сергей Ткелач. Вот сейчас посмотрим на это ведро после пятилетней эксплуатации. Это ведро стоит в банном комплексе в одном из домиков. Вот сейчас его демонтировали для того, чтобы переставить в другой. Но потек клапан сливной и есть возможность заснять. То есть вот такая вот конструкция. Здесь идет вместо всем известных цепей вот такая антивандальная резинка, которая растягивается. Она имеет плавность хода. Значит, стоит два клапана, которые набирают воду. Один вот такой клапан и второй вот такой. Тем самым 60 литров воды быстро набираются. Вот такое состояние ведра. Оно все время тут стояло с водой. Нигде нету потемнений, ржавчины. Если мы это ведро положим на бок, то мы увидим вот такие вот вещи. Это ведро идет не под отделку деревом, а просто идет под внутреннюю потолочную установку. Здесь вот такой клапан, сейчас он разобранный. Потом стоит вот такая сеточка. И к этой сеточке прилагается вот такая штука, которая ее фиксирует. Вот таким вот образом устроено это ведро. Есть подскрытый потолочный монтаж, а также есть открытый монтаж. Сейчас быстро сходим, посмотрим на открытый монтаж. Оно стоит здесь в банном комплексе. Вот они установлены. Вот таким образом идут тоже к ним нержавеющие кронштейны. И эти ведра обделаны уже декоративно деревом. Ведра делаются очень давно. В принципе, с них и началась история всех обливных устройств. Вот они два ведра. Работают они безупречно в течение нескольких лет. Сейчас посмотрим, как происходит облив. То есть вот шнурок, вы за него тянете. И вот такой потолок в воду бросили. Сразу остановилось. И все тянете, и все идет потолок в воду. Вот такой у нас сегодня обзор обливных устройств от компании Айбат. Город Харьков. Такие ведра можно заказать. Доступны к заказу. Обращайтесь. Быстро набирается. Быстро выходит на режим. И еще раз давайте посмотрим. Поток с них идет шикарный. Благодаря большому внутреннему клапану, который организовывает большой слив воды.